Пасха. Что мы знаем об этом христианском празднике? Для многих Пасха — это куличи и яйца. Интересно, что выпекаются эти кондитерские изделия только один раз в году, на Велыгдень. Откуда же взялась эта традиция? Одним из наиболее возлюбленных культов язычников славян был культ плодородия. Они выпекали куличи формой, напоминающей мужские фалосы, называемые Пасками. А женщины, занятые приготовлением этих кулинарных шедевров, имитировали над ними зачатие ребенка и беременность. А после все семейство должно было съесть Пасху в виде фалоса с белой глазурью, посыпанную семенами и обложенную яйцами ради плодородия земли, скотины, птицы и людей. При христианизации Украины-Руси славяне-язычники сопротивлялись учению Иисуса Христа, главным образом в вопросах отказа от традиции поклонения богам их предков. Язычники старались сохранить особенные элементы и атрибуты их религии, привнеся свои обряды и обычаи в православную церковь, которая, в свою очередь, с конца X до конца XVIII века вела ожесточенную борьбу с языческими ритуалами. Обычай светить Пасхи стал компромиссом между православным духовенством и мирянами-язычниками, которые не хотели отказываться от традиций. Таким образом, свечение Пасхи якобы нейтрализовало ее магический колдовской эффект. Людей убедили, что можно кушать свеченые Пасхи, несмотря на то, что Пасха не является христианским символом. И более того, это идоложертвенное приношение, что строго запрещено в христианстве. Истинная библейская Пасха не имеет ничего общего с языческими ритуалами. История Пасхи начинается с древности, когда Бог вывел свой народ из египетского рабства. В ночь Пасхи, когда свершился исход, Бог повелел заколоть пасхальных агнцев и мазать кровью косяки дверей. И была кровь знамением на домах, и ангел-губитель увидел кровь и прошел мимо. Тогда жуткая трагедия разразилась там, где не было пасхального агнца. В каждый дом вошли смерть и проклятие. Везде были мертвецы, от дома фараона до дома раба. А народ Божий совершил Пасху, переход из смерти в жизнь, из рабства в свободу, от проклятой жизни в благословенную. Господь повелел им ежегодно совершать Пасху в память об освобождении из рабства. Прошло около полутора тысяч лет, и сам Бог пришел в мир в образе Иисуса Христа. Он творил чудеса, исцелял больных, прощал грехи. Но люди отвергли невинного и святого Христа, и в пасхальный праздник предали его на распятие. Иисус — это агнец Божий. Он взял на себя все проклятия и болезни мира. Он умер за грехи всего человечества. Сошел в ад вместо нас, лишил дьявола силы, забрал ключи ада и смерти и воскрес из мертвых. Христос — Пасха наша. Он единственный путь для всех людей. Переход от смерти в жизнь, от проклятия в благословение, от власти сатаны под покровительство Божье. Имеем ли мы такую Пасху? Если нет, то мы еще находимся во власти губителя. Когда мы празднуем Пасху неправильно, недостойно, объедаемся и пьянствуем, и не размышляем об истинном значении Пасхи, то мы виновны против тела и крови Господней. Об этом предупреждают святые апостолы. И Библия открывает нам тайну, что от этого много больных и немало умирают. Настоящая Пасха или Вечеря Господня — это воспоминание о Христе, о том, что Он спас нас от смерти, ада и дьявола. Нам нужен Христос, Пасха, не раз в год, а постоянно. Мы каждое мгновение нуждаемся в Его милости, благодати, прощении, исцелении, защите и любви. Он есть путь, истина и жизнь. И нам нужно любить Бога больше всяких традиций, преданий и ритуалов. Ибо Он сказал, кто не со мной, тот против меня, и кто со мной не собирает, тот растачает. Священная Библия учит. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?